В криминальные сводки несовершеннолетние попадают чаще всего из-за совершенных краж. Продукты питания, одежда, косметика и прочие бытовые товары становятся объектами воровства. Что-то несовершеннолетние несут домой, но, как показывает практика, подростки чаще перепродают украденное. Найти таких проблемных детей несложно. На записях с камер видеонаблюдения сотрудники ПДН узнают своих подопечных. Очередных любителей взять чужое накануне задержали полицейские. Сотрудниками отдела полиции номер один у МВД России по городу Саранск установлено и задержано подозреваемые в совершении кражи из сетевого магазина, расположенного по улице Косарева. В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация о причастности жителей Саранска 1999 и 2003 годов рождения хищению товара из супермаркета. При проверке данный факт подтвердился. Предполагаемые подозреваемые были доставлены в отдел полиции, где признались в совершении преступления. Вот то самое видео. Делая вид, что выбирают товар, воришки уверены, что останутся незамеченными. Вот они берут с прилавка продукты питания банку кофе и флакон с шампунем. Все прячут под одеждой, а затем покидают торговый зал, минуя кассы. Общий ущерб составил 6 тысяч 13 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Несовершеннолетний юноша, как рассказали полицейские, состоит на учете в ПДН. Банку кофе и флакон шампуня злоумышленники планировали перепродать. Перешагнуть грань и вступить в конфликт с законом несложно. Сложно потом нести ответственность за свое действие. Анастасия Семышева, программа «Происшествие».